Шалом! Уважение! Снискать у кого-то внимание, уважение, почёт. Наши мудрецы осуждают людей, которые ищут этого почёта и уважения. Но иногда нам очень нужно это уважение от других. Во-первых, чтобы быть значимым в своих глазах. Это поддерживает нас, даёт какие-то амбиции, мотивирует. Иногда тебе необходимо уважение и почёт, например, для соблюдения субординации на работе. Ты не можешь позволить себе, например, топтать себя, когда ты начальник или хозяин, или, я не знаю, первое лицо. Иногда для получения вот этого уважения и соблюдения субординации нам не хватает самоуверенности. Есть такое понятие на святом языке – бетахон от СМИ. Человек должен быть уверен в себе. Иногда действительно из-за чрезмерной скромности мы не можем достичь чего-то. Для этого можно привести в пример царя Давида. Когда от филистимлян к нам назад переходит ковчег, и вот Давид заносит этот ковчег в город, танцует перед ним. Буквально Тора передаёт его, как какое-то неистовое веселье. Он свистел, он топал ногами, вёл себя, как просто хасид, который радуется, что есть Бог в этом мире. Его жена, наблюдая эту сцену сверху, с окна, со своего замка, она говорит ему, своему мужу, что сегодня ты был смешён в глазах своих подчинённых, в глазах своих солдат, в глазах народа. Ты был как шут гороховый, знаете, иское слово. И тогда Давид, глядя на неё, говорит ей серьёзную вещь. Он ей говорит, ты знаешь, я навсегда останусь в лице народа царём, и уважать меня будут всегда. А в глазах Бога я всегда буду шутом, я всегда буду перед Ним вести себя, как человек, который ничто перед Ним. Из этого рассказа мы можем выучить одну вещь, очень важную. Перед Богом нужно быть наивным, знаете, таким ребёнком. Перед Богом не надо показывать себя гордым, не надо требовать от Него дать нам что-то за наши заслуги, потому что все заслуги от Него. Знаете, как говорят наши мудрецы в Перке, вот, что когда ты даёшь сдаку, когда ты помогаешь ближнему, ты даёшь то, что принадлежит Всевышнему. То есть ты одолжение никому не делаешь. Поэтому в каких-то моментах жизни перед Всевышним нужно быть со смирением Духа и покорностью и скромностью. Такой человек всегда в глазах других людей останется уважаемым, важным, его всегда будут почитать. Опять же, возвращаясь к началу нашей беседы, это не цель нашей жизни, почёт. Есть места, где почёт вообще не нужен, уважение вообще не нужно, но есть места, где это просто необходимо. Поэтому с Божьей помощью, усиливая свою скромность, смирение Духом перед Всевышним, мы усиливаем уважение других людей. Шалом, шалом.